ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сердце, тебе не хочется покоя Сердце, как хорошо на свете жить Сердце, как хорошо, что ты такое Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить Запускайте животных! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Снимаем, снимаем, снимаем Пошла, 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 пошла Пошла, 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 ай, умница Нет, ну не то, все равно не то Ну что не то? Ну походка не та Ну что походка? Так, стоп, стоп Вернем актрису на исходную Вернем актрису на исходную А что это, конья? Ага Вот, вот Снимайте, снимайте, снимайте Камеры, камеры Кладем актрису на поднос Цена 15, дубль 129 Так, снимаем, начали Пошла, пошла Ну как я ж говорил, она может Отлично Отлично Так, стоп, стоп Умница Григорий Васильевич, вы снимать меня будете? Будем, будем, посидите Что, что, Гриша Сколько можно поить этих животных? Сколько нужно, столько и можно Гриш, мы смену угрохали У нас нет ничего Грек с пиросенком секунд на сорок Хотя бы потянет Какой сорок, там секунд десять Ты че? Катастрофа, Гриш Малыч, ты знал Что таковая комедия тупая Неблагодарная работа над деталями Что у нас дальше? Чимберлен Сереж, готовьте Чимберлена Да, готов, вот он О, Господи, твоя воля Красавица Смотри Ну что мне с тобой делать? Сейчас, сейчас А вот сделай сегодня хоть что-нибудь Специалист, скажите мне, мы снимать можем или нет? Господи, ну что вы не видите, что животное волнуется Я сейчас позвоню, куда надо волноваться будет Сергей, готов ваш шапку Сереж, да хорошо, хорошо Животное привыкнуть должно Я предлагаю прорепетировать трюк во дворе Где Утесова? Зовите Утесова Да я здесь уже два часа Так, Людик, вам сейчас надо будет выгнать быка и сесть на него Здесь или в помещении? В помещении, Леонид Иосифович? Я хочу посмотреть, как вы его загоните туда Ну, товарищи, прежде чем вести исполнителям помещений надо время Животное привыкнуть должно Слушайте, ну давайте прорепетируем этот трюк прямо здесь во дворе Да сколько можно, хорошо Гриша, а где это в сценарии? Что-то я не вижу А этого в сценарии нет, Леонид Иосифович Да этого в сценарии нет, да нет этого в сценарии Я придумал это вчера ночью, это будет очень смешно Леонид Иосифович А мне давно не смешно Гриша, придумал Делай сам Итак, репетиция, дружок Или мы его, или он нас Мы готовы Еврейское-то дело на быке скакать В контракте трюка нет Я не Тосифович Делать не буду Подождите А давайте я попробую Люба, перестаньте, не надо Это сложный номер Любовь Петровна Любовь Петровна, слышите меня Это снимается не сегодня, это снимается на даче Владимир Соломонович, включайте камеру Люба Люба Репетиция нужна? Обязательно школу надо иметь Да, потом и сюда вот так вот такой Отлова Любовь Петровна Люба Гриша, ладно, я сделаю Ох, какой Людик, читайте контракт К вас уехал Ага Глянь, мне это нравится Я сижу два часа, это мой трюк Отдали этой Люде Я с быками на ты История этой великой любви Началась на съемочной площадке фильма Веселые ребята Любовь Петровна Орлова и Григорий Васильевич Александров Прожили вместе почти пятьдесят лет В мире есть много историй любви Но это Уникально, как ни одна другая Мужчина и женщина Режиссер и актриса Генератор идей он И тончайшее воплощение Она Женственная и хрупкая Скворец и Лира Именно так будет называться их последняя работа Он никогда не приглашал И даже не помышлял приглашать сниматься в своих фильмах Другую актрису на главной роли Две уникальных творческих личностей Две суперзвезды Два нежных и верных сердца О них будет эта история О великой любви Любовь Петровна Я же ей говорил, это бык Ой Люба Ну Гриша Люба, Любочка Да как же Да что же вы все творите, а? Вы же убили артистку Прекратите истерику без паники Уходите Уж тридцать час закат Уходите И не делу возврата Милейший, чей это ребенок? Это Любушка Дочь Петра Федоровича Орлова Из варянского рода Сухотиных В самом деле, поэт хорошо. Чудесный ангелочек. Благодарю вас, господа. Ну что, пойдем. Господа, дуэт. Господа, дуэт. Господа, дуэт. Бедро и бидоны я вымыла. Люба, пора корову дарить. Доченька, пора дарить корову. Да хранит господь Ангела Любочку. Шаляпин. Вот так. Вот так. Нюра, Нюра. Не скучай. О, барышня, барышня, где сабер-медаж у вас тут? Че это с ней? Пуганные какие-то все в столице. Да. Слушай, Ваня, Энзенштейн, говорят, сейчас биомеханику преподает. А мы не знаем, что это такое. Ой, Гриша, какая биомеханика. Мы с тобой уже три спектакля поставили. А ну, стоять! Ну, убивайте меня. Так. Это что? Ну-ка, отдавай, что наторговала. У меня ничего нет. У меня нет ничего. Я еще ничего не наторговала. Самим есть нечего. Деньги отдавай, сука депманская. Отпустите. Зарежу. Отпустите. Эй, ты чего? А ну-ка. А? Ты чего? Девушка, девушка, подождите, подождите. Девушка, вы что делаете? Девушка, 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 вода, нечего. Вы чего не обьете? Вера, нечего. Подождите, не убить. Да вы, Лебушка, живется с Schwarzw Vinike entret WWE. Да подождите, что говорит. Отпустите. Отпустите я. Отпустите! Отпустите я! Ты совсем дура, чтоли? Она ненормальная, Гриша, пойдем отсюда. Дура! Сегодня мы не пройдем, там желающих поступить сколько, видишь? Может завтра? Ну что, сдала? Не сдала, не прошла я. Извиненштейн просто зверь, всех рубит. Не уезжай, ты мой голубчик, печально жить мне без тебя. Дай на прощанье обещанье, что не забудешь ты меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Так, все, все, достаточно. Спасибо. Вас как зовут? Ольга Иванова. Оля, знаете что, я думаю, вам лучше показаться в музыкальный театр. Угу. Спасибо. Спасибо. Хотите, я могу показать вам еще гимнастический этюд? Нет, нет, спасибо, спасибо. Спасибо большое. Не расстраивайтесь. Сумочку. Следующие, проходите по одному. Здравствуйте. Подождите, подождите, я же говорю, подождите, по одному. А мы вдвоем. Сергей Михайлович. Это что, почему? Потому что уральские мы, однокашники, только что с фронта. Ага, мы так договорились, чтоб вместе. С фронта это хорошо. Как зовут? Иван, Пырьев, Григорий, Александр. Ну, хорошо. Проходите там, раздевайтесь и идите на сцену. Ага. Спасибо. Спасибо. Итак, Александров, вы на арене цирка. Парад Оле. За вами идут клоуны, собачки, львы, лошади, акробаты. Показывайте всех. Начали. И… Ой, а что здесь? Карточки отоваривают? Здесь театр пролит культа. Артистов принимают. Чего? Ага. 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 Ха. Ага. Ага. Еще, еще, всех показывайте. Ой, ага. Ха. Ну, в общем, вот так. Да, все. Ну, что ж, неплохо, неплохо. Неплохо. Сергей, принесите, пожалуйста, нам воды. Сейчас. В цирке бывали? Я там работал. Кем? Акробатом, канадоходцем. Ну, там, боксировал немного. Бокс? Да. Бокс — это хорошо. Да. Снега наберите кто-нибудь, а то воды нет. Ой. Энн, кому тут нет дела? Ой. Оля, товарищ, не заставит ли вам труда приглядеть? А? Ладно, посмотрю. Биомеханикой занимались? Чем? А? Да, биомеханикой. Конечно. И раз. И раз. Биомеханика. Биомеханика. Неплохо, неплохо. А теперь вы — зеленый треугольник, а вы — квадрат, но необычный, серо-бурмалиновый в крапинку. Начали, начали. А я уже зеленый. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Провалился сквозь землю. Это кто? Почему посторонние в зале? Ты кто? Абитурьянка? Я просто снега принесла. Спасибо. Она снега принесла. Снега принесла. А барышня-то не дурна. Стишок знаете? Стишок? Я Александра Сергеевича Пушкина знаю. Евгений Онегин. Начинать можно? Начинайте. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Не мысли гордый свет забавить, Внимание дружбы возлюбя, Хотел бы я тебе представить, Залог достойнее тебя, Достойнее души прекрасной, Святой исполненной мечты, Поэзии живой и ясной, Высоких дум и простоты, Но так и быть, Рукой пристрастной... Все, 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 достаточно, достаточно. Любушка, вы... Вы приходите на следующий год. Выучите стишок, басенку. Вас как зовут? Любушка и зовут. Дальше знаю. Могу до конца. Нет, нет. Все, посмеялись, посмеялись и хватит. Все, спасибо. До свидания. Спасибо. Ну, орлы, а вы стихи знаете? Есть? Закурите. Макорку будешь? Ну, конечно, буду. Над седой равниной моря Ветер тучи собирает, Между тучами и морем Гордо реет буревестник, От черной молнии подобной. То крылом волны касаясь, То стрелой взмывая тучам... Все, все, достаточно. Нам, Гагарам, недоступно. Декламируйте неплохо. Звать не надо. Что еще умеете? А все умеем. Мы в театре работали, При политотделе третьей армии. Я вот спектакль оставил. Ставили? Че это мое сердце? Режиссером хотите быть? А чего бояться? Хочу. Да и я тоже. Ну, и что ставили? Мистерию Буф. А, На, читали рецензию. Пустозвон называлось. Ну что? Принято оба. Жить ездя? Да так. На вокзале обретаемся. И вот, по углам. Вас поселят в общежитие. Пойдете в библиотеку. Возьмете, запоминайте. Антон Павлович Чехов. Письмо к брату Николаю. Законспектируйте и сдадите мне зачет. Завтра же. Все ясно, самородки. Завтра же? Мы вообще Чехов узнаем. Да. Считали. Ага. Норовистый. Уже характер показывает. Документы какие есть? Ну, вот только красноармейские книжки. Красноармейские книжки только. Давайте. Пожалуйста, Сергей Михайлович. Ну что, красноармейцы, смирно, кругом. Шагом марш в искусство. Раз, два, раз. Ну, давай, готовь следующий раз. Ты чего другую фамилию-то сказал? Ты же Мармоненко. Был Мармоненко, стал Александров. Новое имя, новая жизнь. Восточная мудрость, слышал, Вань. Дуришь, Гришка. Надо же, Александров. Ой, Оля, привет. Ну что, читала Эйнстейнов? Ну, пела. Не подошла. Он вообще всех рубит. А, жалко. Ну, а ты как, срезался? Да нет, принят. Даже красноармейскую книжку уже забрали. Как-то вы сразу, Сергей Михайлович, это лохматый вообще ничего не декламировал. Так ведь типажи какие. Сели. Куда? Мест нет. Клади рядом со мной, натопчены. Нельзя таких упускать. Они тут же к Таирову или Станиславскому сбегут. Из них жизнь прет, бьет ключом. Это просто животный магнетизм. Звери. Сели, куда хочешь. Ну, хорошо. А Ваня? На собой экземен, даже без экземенов. Оль, ты не волнуйся, ну не волнуйся. Ты в следующем году обязательно поступишь. Обязательно. Я в этом поступлю. Вот увидишь. Оль! Мармоненко! А? А что ты здесь делаешь? Тебя там друг ждет. Идемте в общежитие. Александров! Оля! Ну, Оль! Александров? Мармоненко. Мармоненко. Вы кто? Берзин, Андрей Гаспарыч. А вы кто? Ой, извините, я, наверное, ошиблась. А, барышня, погодите, а что это у вас? Молоко? Давайте я куплю. А где Нина Львановна? Она у меня обычно молоко покупает. А она уехала? Врать сначала научитесь. Выселили. Пади чин какой-нибудь пролетарский. Пади чин какой пролетарский, а что? Ничего. Не буду я вам молоко продавать. Проходимцы. То есть как, барышня? Погодите, почему не будете? Думаете, вам счастье будет? Людей на улицу вышвыривать? Не будет. Барышня, погодите. Куда вы? Стойте! Барышня, погодите. Что? Тихо! Не ори. Ты знаешь, кто теперь в этой квартире живет? Ты посмотри на нее. Смелая какая. Какая и есть. Пустите. Пустите, сказала. Тихо. Так, давай у тебя сейчас. Вот, держи за храбрость. Тебя как звать-то? Ты мне не тыкай. Пролетарий всех стран, соединяйтесь. Меня Люба зовут. Орлова. Или откуда вы беретесь такие Орловы? Бесстрашные. Оттуда. Из прошлого. Вам этого не понять. Вперед, в светлое будущее. Товарищи. Не устали? А? Хорошо везете, говорю. Как барабансон. Спасибо. Барабансон? А кто это? Конь. Тяжеловоз немецкой породы. У нас у бабушки в имени были. Прям не могу поверить, что вы нарком. Уточняю. Заместитель наркома. С вами, Люба, я готов пройти еще километров сто. Ага. Можно я вас навещу? Еще раз. Зачем? Вы так прекрасно молчали всю дорогу. А вдруг я вам стану чем-нибудь интересен? Вы кто? Экспроприатор. А нас вот такой же вот из квартир-то выселил. А вы здесь живете, да? Да. Существуем. Квартируемся у прислуги. Ага. Помогите. Вы сама не понимаете, какая вы любовь. Давайте-давайте. Хоть убейте, но утром я тут. Зачем? Товарищ Берзин, у нас с вами ничего общего. Прощайте. Не гоните меня. Пожалуйста. Прощайте, говорю. Мама. Прощайте, говорю. Мама. Люба, да сколько же можно ждать? Ночь на дворе. На. Мы же волнуемся. Ну, Люба. Ну, что ты? Вот стоит. Кто? Замнаркома. Замнаркома? Я ему все молоко продала, а он увязался. Ой, господи, не вздыхай. Что-то он какой-то немолодой. Замнаркома. Да мне с ним детей не крестить. Хочется, ему пусть стоит. Все продала. На Палашевский сходила, картошки лук купила. Мороженое, правда. И еще посмотри, что там есть. Кусок сала. Но нам. У нас сегодня пир. Маме отказали вместе. Халязин говорит, что больше не нуждается в гувернантке. Французский язык и фортепиано детям нынче без надобности. Плачет? Плачет. А у папы что? Он ходил в депо? Ходил. Вон. Пьет, сидит. Сказали, еще раз придет, в ГПУ сдадим. Как враждебный элемент. Личка, я же теннисовское училище с отличием. Я специалист. Я инженер. А им? Им не нужны инженеры. Петя, остановись. Прошу тебя. Не вижу смысла. Сам погибнешь и нас погубишь. А зачем такая жизнь, а? Мама. Любочка, мы тут переволновались. Давай, помоги. О, вот кто нас спасет. Любонька, Любонька. Вся в мою маману. Пока ни за что не сдастся. Потому что характер. Женечка, ты женщина молодая. Ну ты не теряйся, ты еще замуж выйдешь. Что ты несешь? Как тебе не стыдно? Девочка моя, ну вы не ссорьтесь. Не ссорьтесь. Не надо. Вы Любу держитесь. Она вас вывезет. Пойдемте, пойдемте. Ты прости меня, Люба. Сейчас платье можем. Ну сломался. Ну тряпка. Простите меня все. Простите. Я должен был увезти вас в Париж. Папа. А что мы здесь? Что мы здесь? Я Тенишевское училище с отличием. Какой Париж. Париж погиб. Спит? Спит. Как теперь жить дальше? Где? На что? Не понимаю, хорошо хоть коровы есть. Хоть что-то. Мама, зачем вы меня музыке десять лет учили? Чтобы коровы доить. Завтра пойду на работу устраиваться. Куда? Ну кто тебя возьмет, доченька? Мы поражены. Тапером пойду. В синематограф. Я узнавала. А как проведают, что Гульденвейзера закончила консерваторию? Начнутся вопросы, что скажешь? Нельзя жить и бояться всего. Пойду вон на свадьбах музицировать. В ресторанах тоже хорошо. Ой, и в ресторанах тоже. Точно больше денег заработаю. Сидят две Белошвейки. Ай, доченьки, доченьки. А если отец так дальше будет пить, он умрет. Ай, доченьки. На утро всем студентам ложитесь, ложитесь. Железная воля. Я бы сразу съел. А утром что? Ну, он. Ну, он. Поклянись, что никому не скажешь. Чего? А меня сегодня чуть воры не зарезали. Чуть все деньги не отняли. Господи, царица небесная, я же тебе говорю, давай будем молоко вместе развозить. Да потом оказалось не воры, актеры в театр поступают. Вот. Я не поняла, кто, воры или актеры? Дорана, да все. Эти как налетят. Один кричит. Мы не воры, мы не воры, мы актеры. А этот вор настаёт вот такой тесак, вот такой. А я ему, ах так, и половника как дам. Ну, что? На! И он уже влетел, в полах лежит, не дышит, умер. Я как заору? Ну, и он потом убежал. Карточки всему курсу. И на вашем месте я бы разделся. Негоже спать в одежде. Сергей Михайлович, ну холодно же. Все, всем спать. Александров, ложитесь. Хорошо, хорошо. Ну-ка, тихо там. А я одному все пуговицы на шинель оторвала. Видала? Я ничего не поняла. Такие два красавца, два были на богатыря. Касая сажень, в плечах, пересвет и ослябе. А потом они к Эсенштейну поступали. Ты знаешь, как он на них орал? Ты кричи, треугольник, треугольник. А другому давай ты серо-буро-малиновый квадрат. И один треугольник, а второй квадрат. А потом он ему кричит, прыгай в окно. И он так, вылетел и растворился. Представляешь, он Эсенштейн. Куда ему в окно-то? Он же ученик Мейерхольда. Ему нужно трупы набирать, актеров. Объяснитесь. Это моя пайка, Сергей Михайлович. Чужого не брал. Просто есть очень хочется. Не совладал, извините. Что читаете? Письмо Антона Павловича Чехова брату, как вы и сказали. Заселил его без очереди. Кровать поставил. А он еще и чавкит. Всем спать мешает. Что ж, вставайте, читайте для всех. Тут много. Все читать? Много не мало. На пайку хватит. Читайте. Антон Павлович Чехов. Письмо брату Николаю. Москва, 1886 год. Я актрисой буду. Наверное. С чего это ты актрисой-то будешь? Я видела, как они поступают. Мы с тобой лучше них всех, эти треугольники и ромбики покажем. Я их там вообще всех уложила. Выхожу на сцену. Говорю, здравствуйте, Люба. И читай ему всего Евгения Онегина. Не мысли гордость, я забываю. Круг всего. Да я быстрая. Он так плакал. Нонка, он так рыдал. И смеялся. Ну, в общем, Энзенштейн был в восторге. А чего же он тебя не взял? Нона. Ну, а куда я вас всех с коровой Нюрой? Ну, вот что делать? Пришлось отказаться. А ведь рождена актрисой. Жалко. Маме только не говори. Расстроиться. Брат мой, ты одарен свыше тем, чего нет у других. У тебя талант. Недостаток же у тебя только один. Твоя крайняя невоспитанность. Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям. Первое. Они уважают человеческую личность. А потому всегда снисходительны. Мягки. Вежливы. Уступчивы. Второе. Они сострадатели не к одним, только нищим и кошкам. Они болеют душой от того, чего не увидишь простым глазом. Третье. Они уважают чужую собственность. А потому и платят долги. Четвер... Ну, давайте, давайте. Вам экзамен сдавать. Четвертое. Они чистосердечные. И боятся лжи, как огня. Не лгут они даже по пустякам. Пятое. Они не уничижают себя с той лишь целью, чтобы вызвать сочувствие в другом. Они не играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Пятое. Шестое. Шестое. Они не суетны. Спасибо. Шестое. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями. Делая на грош, они не носятся своей папкой на сто рублей. Даже Крылов говорил, что пустая бочка слышнее, чем полная. Седьмое. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Для него они жертвуют покоем, женщиной, суетой, вином. Они гордятся своим талантом. Восьмое. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене клопы, дышать дрыным воздухом, шагать по оплеванному полу. Они стараются по возможности укоротить их, благородить свой половой инстинкт. Не смотри на меня так. Как? Как ведьма. Сейчас. Я один. Я один. Я прошу, не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Я прошу, тебе не надо. Не надо. Люба. Тсс. Тсс. Суженый, ряженый, никому не нужны. Девятая. Забыл, что-то там про женщин было. Им нужны от женщин не постель, не лошадиный пот. Им нужны свежесть, изящество, человечность. Они не трескают по ходе водку, ибо знают, что они не свиньи, ибо им нужен в здоровом теле здоровый дух. И десятое. Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую ты попал, недостаточно прочесть Пиквика и выучить монолог Фауста. Тут нужен каждодневный, дневной и ночной труд. Постоянное чтение, штудировка и воля. Тут, тут дорог каждый час. Антон Павлович Чехов. Все слышали? Слышали? Слышать мы слышали, но жрать-то все равно хочется. Сергей, раздайте хлеб и сало артистам. О, отлично. Хорошо. Это десять забоведей, на которых будет стоять наш театр. На которых стою я, Сергей Эйзенштейн. Но он произойдет... Суженый, ряженый... Приходи ко мне ужинать... Суженый, ряженый, расскажи мне судьбу мою... Прикради по сучке. Суженый, ряженый! Приходи ко мне ужинать... Расскажи, как это, пожалуйста, либо. Раскажи мне судьбу мою... Моё сушеное-ряженое, приходи ко мне ужинать, сушеное-ряженое, приходи ко мне ужинать. Сушеное-ряженое, сушеное-ряженое, приходи ко мне ужинать. И тут из ночной мглы Аляски к залуну вынырнул бродяга. Много месяцев он был один, а в залуны собирались самые красивые женщины. Грубиян Джек любил Джорджу, но он не знал к ней подхода, понимая, что он ей не пара. И это очень злило Джека. Всё, что не делал Джек, не нравилось Джорджи. Она была кончённая на ту. Грубый, неотёсанный, старатель. Он был богат и сорил деньгами. Ах, если бы я мог встретить хорошего человека, хоть даже бедного, я бы ему всё отдала. Но где он? А потом Джорджи сказала, я обязательно встречу его. И он будет умный, утончённый, мудрый и очень красивый человек. А не так, как этот грубый, неотёсанный Джек. Эй, ты, хочешь потанцевать? Я? Да-да, бродяга был на краю блаженства. Ну, тут в нашу историю ворвалась. Да нет, не идиотка. Да нет. Собака. А потом... Кошка. И все мечты нашего бродяги были разрушены. Переходим ко второй части. Люба. Ах, нет. Любочка, нет. Любашка. Любушка. Да, Любушка, я, я, что я, 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 я агроном, что я. Любушка, я, я агроном. Любовь Петровна, можно вас подвезти? Это вам. Андрей Гаспарыч, вы ходите на каждую фильм. Мне, право, неловко. А я вот вас увижу и душа отдыхает. Мась помогает. Вы знаете, я тут в Париже был и привёз. Ещё возьмите. Ещё. Не возьму. Я тут узнала, какая она дорогая. На золотые рубли куплены. Любовь Петровна, я бы вам всё отдал. Все золотые рубли России, в конце концов, может замнаркома земледелия сделать подарок любимой. Простите, заняться здоровьем барышне, которой благоволю. Короче, возьмите. Послушайте, замнаркома, извините, но вы, так не может больше продолжаться. Любушка, милая, понимаю, я агроном, практик. Я старше вас. Вы натура возвышенная, но помыслы мои чисты. Я не могу смотреть, как вы живёте. А что? Вы достойны лучшего, и я могу вам это предоставить. В конце концов, мы не для того делали революцию, чтобы такие, как вы и ваши родители, во всех смыслах достойные люди прозябали в бараках. Выходите за меня, Любовь Петровна. Простите, пожалуйста, замнаркома, агроном, практик, я помню. Вы больше сюда не ходите, но вы мне работать мешаете. Я? Да, и играть мешаете, вы каждый день. Вы мне жить мешаете. Любовь Петровна, Любовь Петровна, куда вы? Трамваи уже не ходят? Мои ходят. Всегда. Поехали. Субтитры подогнал «Симон»